Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Анастасия Терехова. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. В Тюменскую область поступила первая партия насадок-распылителей для интраназального введения вакцины ГАМ-Ковид-Вак. Партию 18 тысяч насадок распределили по медучреждениям Тюмени, на очереди остальные муниципалитеты. Состав вакцины ГАМ-Ковид-Вак, которая вводится в мышцу или интраназально, один и тот же. Напоминаем, что вакцинацию проводят в два этапа с интервалом в три недели. Ревакцинацию рекомендуется проводить через шесть месяцев. Как быть мобилизованным предпринимателем, у которых остались неисполненные контракты, рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков. Необходимо об этом заявлять на призывной муниципальной комиссии по комиссии по мобилизации. И эта комиссия будет принимать решения по данным гражданинам. Да, у нас есть случаи, когда есть контракты, есть государственные контракты, есть контракты с правительством Тюменской области, есть незаконченные. То есть предоставляются отсрочки, выполняется контракт, дальше гражданин уже пребывает по повестке в указанное время. Напомню, что накануне завершилась частичная мобилизация в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. А по всей стране завершить мобилизационные мероприятия планируют примерно в течение двух недель. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Центр помощи мобилизованным землякам продолжает собирать теплые вещи и средства гигиены. С начала акции неравнодушные горожане принесли в пункты сбора более полутора тысяч средств гигиены, почти 1400, пар носков, около 400 зубных щеток и 200 станков для бритья. Кроме того, таблики несут комплекты термобелья, различную одежду, медикаменты, спальные мешки, термокружки, фонарики и батарейки, а также многое другое, что всегда может понадобиться солдатам. Напомним, что каждый желающий может принести на пункт сбора в ТРЦ «Жемчужина Сибири» необходимые предметы для последующей передачи мобилизованным гражданам во время отправки из Тобольска. Также осуществляется сбор денежных средств для последующего приобретения вещей. В октябре проходит всемирный месяц борьбы против рака груди. Акция по выявлению этого тяжелого заболевания стартовала в Тобольске. С подробностями Ольга Куричко. Дворец культуры «Синтез» на один день стал медицинским центром. После посещения массовых мероприятий зрители спускались в малый зал и становились пациентами. Акцию врачей областного центра по профилактике рака молочной железы активно поддержали табольские коллеги. «Региональные центры общественного здоровья позволяют женщинам пройти биоимпедансометрию. Это очень интересное исследование, когда можно узнать биологический возраст человека. Можно пройти кардиовизор. И мы привезли специально из Тюмени, две машины, машина цифровой маммографии. «Если выбирать между свеклой и помидором, лучше съесть помидор, потому что там нет столько углеводов и нет столько сахара». Врачи проводили ультразвуковую диагностику щитовидной железы и молочное. Принимал врач-дерматолог. Тут же таболики получали бесплатную консультацию врача-онкомомолога. Медработники разъясняли людям важность регулярного прохождения скрининговых обследований. Женщинам после 40 лет их необходимо проводить раз в два года. «Очень много знакомых, у которых есть именно такое заболевание. И, конечно, желательно узнать об этом недуге заранее, чтобы потом не было поздно». Областная больница номер 3 припарковала на бойком месте мобильный комплекс для проведения вакцинации. «Вакцинация – как один из факторов здоровья, поддержания иммунитета. Сейчас мы отмечаем такой небольшой, хотя, но все равно подъем. Пациенты идут на вакцинацию от гриппа и от коронавирусной инфекции. Как известно, вакцины от гриппа сочетаются с вакцинами от коронавирусной инфекции, сочетаются с вакцинами от пневмококовой инфекции, которая опасна особенно для лиц группы риска пожилого возраста». Во всем мире рак молочной железы в структуре заболеваний на первом месте. Пока единственный надежный способ борьбы с этим тяжким недугом – превентивная диагностика. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Пугающая находка. Возле старейшей Тобольской церкви спаса нерукотворного обнаружены человеческие кости. Видимо, при проведении земляных работ задета одна из прилегающих к храму могил. Подробнее наши корреспонденты. Чьи-то останки валяются прямо под ногами. Объект культурного наследия забором не обнесен. Доступ туда свободный. Поэтому, решившие погулять у старейшей Тобольской церкви туристы, бывают неприятно удивлены. «Сначала подумали просто, какие-то кости, может быть, животные. Ну, в общем, непонятно что. А когда вот близко стали рассматривать, ну, в общем-то, поняли. Было странно, что никто не заметил, я так понимаю, что не вчера расчищали место вокруг». Не так давно возле Спасской церкви проводили ремонт инженерных коммуникаций. Для этого и разрыли землю. Почему столь небрежно обошлись захоронениями, которые пусть в небольшом количестве, но сохранились у церковных стен, вопрос открытый. «При Спасской церкви действовало небольшое приходское кладбище. Ну, собственно, мы можем видеть, что там, где сейчас паханая земля, где проводились земляные работы в свое время, здесь находилось приходское кладбище. «Достаточно обширное». «Да, и здесь, вероятнее всего, были похоронены потомки первых горожан, первых табаляков». Церковь Спаса Нерукотворного, изначально деревянная, стала второй в Тобольске после Троицкого храма и заложена в год основания города. С ней связаны судьбы опальных персон. Именно на колокольную Спасской церкви был поднят ссыльный углический колокол. Служил здесь и лидер старообрядцев, протопоп Аввакум. В этом храме отпевали декабриста Александра Борятинского, жившего в Тобольской ссылке в крайней нужде. «Каменная Спасская церковь была заложена в 1709 году в честь победы под Полтавой. Построена в течение четырех лет на деньги тобольского купца Стефана Третьякова». В советское время храм лишился колокольни и куполов. Здесь располагался гараж школы комбайнеров, потом художественные мастерские. На территории церкви сейчас можно легко найти куски керамики, даже не берясь за лопату, ведь культурный слой богатейший. Но в отношении к старейшему тобольскому храму почему-то пренебрегают не только историческим его значением, но и морально-этическими нормами, беспокоя давно умерших тоболяков. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Ярослав Прохоров. Тобольское время. На зарядку становись. Спортивные сезоны стартовали на площадке в седьмом микрорайоне. В гимназии имени Николая Лицмана создан Школьный совет отцов. Они и стали главными героями на танцевальных и спортивных мастер-классах. Как начать утро бодро, узнала Наталья Китова. Активные спортивные выходные выдались у жителей седьмого микрорайона. Здесь стартовал мегапроект «Спортивные сезоны». Организаторы призывают к активным выходным с детьми на пришкольной территории. В течение всего лета мы реализовывали здесь проект «Игры улиц», который впервые зашел. Мы зимний период работаем здесь, нашей спортивной школой на катке. А как задействовать эту площадку в течение всего сезона, всех четырех времен года. И вот символичное название «Спортивные сезоны» в гимназии. Так звучит конечное название проекта. Это супер! Инициатором проекта Тобольской гимназии имени Николая Лицмана спортивный праздник приурочен ко Дню Отца в России. Мы открываем настоящий гимназический отцовский клуб. Причем отцовский клуб будет спортивным. То есть наши папы организуют на этом стадионе, на нашем гимназическом, большие праздники, соревнования. Сегодня у нас будет соревнование между отцами и детьми по мини-футболу, по волейболу. Мастер-классы тоже будут вести сегодня наши папы. Во-первых, это, так скажем, престижно. Во-вторых, это нигде не было. Это новый проект в образовании. И в-третьих, это объединение всех пап. Это же мы делаем для своих детей, для собственных, для развития. Почему бы и нет? Задумка очень хорошая, мне понравилась. Поэтому я здесь, поэтому мы все здесь делаем все это ради наших детей. В течение всего года на территории спортивной площадки гимназии будут проходить мастер-классы по волейболу, баскетболу, шахматам и другим видам спорта. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время. В Тобольске прошел финал городского конкурса «Семья». На участие заявлялось более 30 супружеских пар. В финал вышли шесть. Какая семья названа лучшей в городе, узнали наши корреспонденты. А чтобы оставаться жить выше «Радуги», необходимо быть счастливым в семье. Так считают Юлия и Руслана Лыковы. Пара познакомилась 9 лет назад в социальных сетях. С тех пор идут по дороге жизни вместе. В городском и конкурсе «Семья» у них дебют. Прислушиваться друг к другу, иногда нужно где-то уступить. Это очень интересно. Дело даже не в победе, а дело даже в участии. То есть для нас это очень интересно, просто поучаствовать. К финалу молодые пары шли в течение всего года. Каждый этап приносил дополнительные баллы. За звание лучшей семьи боролись более 30 пар. В финал вышли шесть. Каждая подготовила конкурсный промо-ролик, в котором представила свои интересы и увлечения. Главы семьи проявили себя в интеллектуальном состязании. А мамы демонстрировали грацию в конкурсе «Дефиле Ангел Сибири». Финал был горячим пары. На протяжении нескольких испытаний шли вровень. Каждая семья преподнесла особый сюрприз. Каждая семья отличается индивидуальностью, особым подходом. В каждой семье свои ценности. Но самое главное объединяет то, что это любовь к семье, любовь к детям. Любовь друг к другу, между супругами. Это значит, что в нашей России есть хорошее будущее. Семейные ценности – это главные ценности, которые мы традиционно стараемся поддерживать и обращать внимание всех горожан города к этой важной традиции, важной частичке каждого человека. Поэтому наши молодые семьи, в первую очередь, показывают, насколько семейные традиции, семейные ценности важны для каждого, особенно для молодежи. Титул «Самой дружной семьи» получила Чита Филатовых. В номинации «Самая любящая семья» победили Коченевские. «Самой сплоченной» признана семья Алыковых. Победителем городского конкурса названа «Семья Бакиевых». Шамиль Гулиев, Наталья Китова, Рустам Розеев. Тобольское время. Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи! Субтитры предоставил DimaTorzok Добро пожаловать в Тобольск!